Девушки отдыхают 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 это об обновлении, которое действительно необходимо человеку, потому что мы можем понять, что есть прошлое, настоящее и будущее, например, вот эти все моменты, которые они по-любому будут. Прошлое – это то, что осталось у нас за плечами, настоящее – это то, что мы живем, но у нас еще должно быть будущее. И вот если у нас нет здорового настоящего, то у нас, как в принципе, мы себя лишаем нормального будущего, потому что это настоящее, оно превращается в прошлое опять. То есть мы никак не можем выйти из этого круга, да? Мы думаем или можем находиться в мечтаниях, что у нас что-то изменится в будущем. Но если у нас не будет правильно сформировано сегодняшнее настоящее, то мы опять уходим в прошлое. И иногда встречаешь людей или даже сам попадаешь в такую ситуацию, то что очень много мы берем из прошлого или много живем в прошлом, что было уже или что уже не вернешь. Оно было как факт в нашей жизни, да? Мы можем взять какой-то полезный опыт оттуда, но не более того, потому что нам нужно жить сегодня здесь и сейчас. Нам нужно смотреть на то, что, если мы говорим о христианстве, как о своей сути, то христианство – это отношение с Богом. Христианство не подразумевает отношения, что нет отношений с тем, кто главный в твоей жизни, потому что Христос – он главный в нашей жизни, это христианство. И христианство – это отношения, отношения, которые должны быть живыми. И понятно, что мы, может быть, много раз как бы не понимаем, в чем они заключаются или как их строить, но если начинаешь разбираться и тебе это интересно, то ты понимаешь, что на самом деле они важны, вот эти отношения. Отношения с Богом, которые начинаются от определенного факта, которые мы можем назвать «встреча с Христом». И вот эта встреча с Христом, если она произошла в моей жизни и в жизни людей, которых я знаю, которые от этой встречи стали верующими, то эта встреча, она кардинально изменила все. И знаете, то, что есть одна история, которая написана, Лука 5 глава, там Иисус, он немного говорил вот об этом, о формальности отношений, которые имеют свой подтекст религию, то есть исполнение каких-то обрядов, правил и норм, а он говорил о том, что необходимо обновление, что молодое вино, оно вливается в новые мехи, и что старую, новую заплатку, ее на старую одежду не прилепляют. Иногда мы смотрим на Библию, иногда мы смотрим на Евангелие, иногда мы смотрим на христианство, и мы видим в этом что-то новое, но мы не можем его прилепить на нашу старую суть, на нашего старого человека, потому что Господь нас хочет освободить и дать нам новое. Он говорит в своем слове, что я творю все новое, и даже вот сегодняшний день, и мы все проснулись, мы понимаем то, что день вот, он обновился, сегодня другой день, другой суббота, 10 число, завтра будет 11, завтра будет новое обновление дня, и это как бы, это нами не контролируется, это точно будет. А я смотрю на то, что я обновился, или милосердие Божье, оно обновилось в моей жизни, я как-то стал чуть-чуть ближе к Богу или нет, потому что я могу прочитать красивый стих, что милосердие Бога, оно обновляется, и тогда очень красивый стих, и, допустим, он мне нравится, но если я это буду прикладывать на свою жизнь, то я должен задать вопрос, оно обновилось в моей жизни или нет, каким образом оно обновилось, что принесло это обновление, потому что это очень важно. Иногда, когда мы находимся уже в ритме христианства или около христианства, ну, что это значит около христианства? Это значит то, что мы можем слышать какие-то цитаты библейские, мы можем читать Библию, мы можем ходить на собрания, мы можем посещать церковь, мы можем иметь какие-то духовные разговоры, но если у нас нет отношений с тем, от кого это все исходит, с Богом, с Иисусом Христом, то на самом деле мы не вошли в то, что Он хотел бы. И я смотрю на это, допустим, вот есть пример, Евангелие 4 глава Иоанна, есть очень интересная история о женщине, которая ходила к колодцу, и она имела там встречу с Иисусом. И я, когда читаю эту историю, я понимаю то, что эта женщина, она имела знания, она имела какое-то представление о том, что должен прийти Мессия, она имела какое-то представление о том, что каким образом нужно поклоняться, она могла сравнивать поклонение своих предков и другого поклонения. Она говорит, наши вот отцы, они так поклоняются, а ваши так. И она все равно имела эти знания, но она не имела самого главного познания, познания Бога. И знаете то, что я вижу это на своей жизни, и все равно, когда человек ищет, 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 не могу сказать, что Бога, да, а того, что, чтобы разобраться вообще в том, что с ним происходит, что, какой выход найти из ситуации. Если мы начинаем искать это в Библии, то все равно Господь нам помогает каким-то образом разобраться, он просто не оставляет нас просто так в неведении, что мы вот читаем, мы ничего не понимаем, что мы как-то пытаемся молиться и вообще все без ответа. Ну, так не бывает, потому что все равно он инициатор того, чтобы нам помочь. И он каким-то образом устраивает все, чтобы помочь. Вот ее ситуация конкретно, вот ее была нужда у нее какая-то, да, но видно то, что ее жизнь, она приносила ей стыд, ей не очень хотелось встречаться с людьми, именно поэтому она была во время, когда люди там не ходят. Но она все равно хотела помнить свою нужду, потому что ей нужна была вода, ей нужно было что-то сделать. Иисус использовал эту ситуацию, чтобы начать с ней разговор. Она пыталась защитить себя вот этой формальностью, что она что-то знает, что она все равно как будто бы не просто как бы не сведущий человек, но Иисус ее ввел до момента, пока ей не открылся. Он ей немножко говорил о поклонении, что каким образом нужно поклоняться, что нужно поклоняться в духе истины. Она это не могла понять. Она это могла понять после того, как были произнесены важные слова в ее жизни. Это я, говорящий с тобой. И вот это тот, кто говорит с нами, это Бог, которого мы на каком-то своем уровне способны его услышать. Способны как-то ощутить, как-то понять, что действительно с нами говорит Бог. Это не есть такой глаз с неба, что мы удивлены, что вот он нам проговорил. Нет, это на каком-то уровне. Я не знаю, как это происходит с каждым человеком. На каком-то уровне Бог влияет на нас, что он нам что-то хочет проговорить, потому что он не молчащий Бог. Он хочет направлять тех, кого он любит. Он любит человека, он любит свое творение. Он не хочет, чтобы человек находился в каком-то неведении, в незнании. Он не хочет, чтобы человек находился в каких-то формах, в каких-то рамках. Он хочет, чтобы человек жил в свободе. И сам Иисус и говорит, То, что вы познаете истину, и истина сделает нас свободными Но если мы будем смотреть на то, как мы живем Лично каждый сам на себя посмотрит Мы можем обратить внимание, что есть аспекты жизни, в которых мы не свободны Мы скованы, мы комплексуем, мы стесняемся Есть вещи, которые действительно Бог не принес нам освобождение Но это только для того, чтобы нам нужно понять, что мы зависимые люди и в первую очередь от Него Я вспоминаю моменты в своей жизни, когда я не знал Христа, но у меня было представление о Нем И я также помню этот день, когда Он мне открылся И я понял, что на самом деле я не так Его рисовал себе Я не так Его себе представлял Я не так Его видел, не так додумывал Когда Он ко мне распростер, да, вот свое благоволение Я могу сказать, что это моя нужда, которая у меня была всю жизнь И я искал ее, чтобы она была покрыта Встретилась с Его милосердием Встретилась с Его благодатью И когда вот происходит вот эта встреча То и можно сказать, что Он проговорил, это я, говорящий с тобой И вот это все несет то, что мы можем назвать новым рождением Мы можем назвать это новым течением, новым этапом жизни Мы можем называть это, как нам нравится, да Но сути не меняют, что это приносит кардинальные изменения в нашу жизнь И на ее примере мы видим то, что она могла пойти, да, к тем, кого боялась Тем, кого стыдилась И она не была великим проповедником Она сказала очень простые слова Идите и посмотрите Просто там не было великой проповеди Там не было стихов, цитат, ничего Там было просто сердце Там была нужда, которая покрыта Богом Там был разговор с Христом И это то, что формировало ее Это то, что убрало у нее страх Это то, что убрало у нее стеснение Это то, что привело ее к людям И это то, что принесло свой результат Потому что люди точно ее раньше не слушали Но они сейчас пошли почему-то В ней что-то было, в ее словах было что-то Что заинтересовало этих людей Они пошли к Иисусу и он был с ними И эти же люди, они потом говорят Что мы не по твоим словам веруем Потому что мы сами знаем теперь Что Он Христос, Спаситель мира Это то, что нам нужно Потому что иногда наша вера, она формируется на чьих-то словах На чьем-то опыте На чьем-то взгляде На чьей-то вере Но Господь хочет личное отношение И вот об этих личных отношениях Которые имеют в своей сути отношения с Богом Как с Христом, как с Отцом, как с братом Как с наставником, как с Учителем Они нам крайне важны Потому что без этого у нас только форма У нас есть какая-то форма, которую мы слышали Мы увидели у кого-то И мы тогда начинаем копировать людей Мы тогда начинаем подражать людям Мы хотим сделать, как они Потому что у нас своего личного нет Когда Господь нам говорит Это я, говорящий с тобой Эти слова, они меняют нашу жизнь Это значит то, что Это Он еще и еще хочет нам проговорить Еще и еще, и когда Он хочет И мы просто должны быть способны Или жаждать того, что Он нам проговорит Потому что не может быть, что мы верующие И Господь нам никогда ничего не говорит Не может быть, что мы говорим, что мы верим Мы знаем Его И Он никогда нас не направляет Потому что в чем тогда личные отношения? Какие они? Потому что это очень важно И этот вопрос, который я задаю в первую очередь себе Какие они? Потому что не просто проснуться и сказать Вот сегодня пришло обновление в мою жизнь А какое обновление пришло? Потому что обновление может принести только Бог Все остальное, это наполнение Которое не может тебе помогать Это все временно А Господь, Он безгранично хочет наполнять нас И я однажды получил такое слово в свою жизнь Что есть вещи, которые Их нужно оставить Есть вещи, которые Они были Богу угодны Но сейчас другое время Есть вещи, которые Бог использовал И я видел в этом Его руку Но сейчас Он хочет что-то другое И на примере одной истории Когда может быть Она нам известна Да, но может быть мы не смотрели на нее Вот так, как вот я сейчас скажу Это история о больном Который лежал 38 лет У купальни Вефезда Я не знаю, почему Иисус именно с ним Начал этот разговор Но вот именно от этого и пошло то Что странный вопрос, который Иисус задал Потому что неужели нет нужды 38 лет Ты лежишь там Я не представляю Потому что я Не находился в беде столько времени Я не находился Не просто в беде столько времени Я не находился столько времени Видя успех других людей Потому что кто-то всегда был первый Кто-то у кому-то всегда получалось Я столько времени как бы Не завидовал людям Что вот у них хорошо А я все Все как-то не Не могу выйти из этой ситуации Но меня тронуло Тронуло другие вещи То, что Когда Иисус ему проговорил Это написано Иоанна 5 глава Когда он ему проговорил Возьми свою постель и иди И вот эти вот слова Которые Которые действительно Они Имеют большой Большой вес Для того Для Свидетельства Которые хотел, чтобы Иисус хотел, чтобы Люди увидели Потому что он использовал Вот этот момент В субботу И мы знаем Что вот эти нормы Которые правила Того времени были Что в субботу Ну не должно было Быть такого Это Это то На что обратились Сразу люди Что человек идет Спасти Тогда начались Вот эти вопросы А тебе не должно Так делать И он сказал Очень важные Важные слова Тот кто меня исцелил Тот мне и сказал То есть Он Я вижу Вот реально Начало творения Божьего Человек много не понимает Он даже не знает Кто его исцелил Он Он просто Слово Бога Подняло его И дало его уверенность Что именно Что именно В этот день Это можно сделать Вопреки всем уставам Вопреки всем нормам Это можно сделать Вы знаете то что Для меня Более важно В этом всем То что Суббота Она закончилась Человек пришел домой Я просто уже дальше Как бы дорисовываю В эту ситуацию То есть что Слово Бога Оно было И Он был послушный Это являлось Свидетельством На этот день И Если Бог Творит что-то Это быстро Не забывается Тогда получается Что это все Свежее Я просто Вижу этого человека Что если бы он В воскресенье Выходил с этой постелью На него бы Не сильно посмотрели бы Он не сильно бы Привлек свое внимание А если бы он Месяц бы ходил С этой постелью Тогда бы он Он бы уже Вызывал бы смех у людей Ему Сказать Ты что делаешь А он бы На основании Слов Иисуса Которые были сказаны Раньше В прошлом Которым я уже говорил Он бы Был бы гордый И защищал бы Но мне Иисус сказал Но Иисус уже Не хотел этого Понимаете Иногда я вижу людей Или иногда Я сам попадаю В такую ситуацию Что Я живу прошлым Тем что было у меня И действительно Я не могу убрать Что да Там было творение Бога Что да Вчера мне Господь Что-то провел Но Он хочет Проговорить сегодня Иногда Мы живем Творением Бога в нас Которое было Несколько лет назад А Бог хочет Творить все сегодня Иногда мы Когда не слышим Голос Бога На сегодня Или на конкретную ситуацию То мы Похожи на тех людей Которые исполняют То что было вчера Опять берут эту постель И опять идут Но тогда Знаете Какую опасность Я вижу Что если я так буду поступать Что я буду смешным Для мира просто Я не буду нести Это свидетельство Потому что Ну чего он опять Как глупенький Вот он несет Эту постель Она не работает Это было свидетельство Того дня Это было свидетельство Того времени Да Там было Величие Бога Да Там была его власть Но он хочет творить Все новое Я как бы Вот эта история Она мне открыла Очень Очень Многое И может быть Приоткрыла мне глаза На то будущее Которое он мне предлагает На то будущее Что действительно Что Есть времена Которые закончились И он хочет Творить все новое И действительно Что надо Надо понять Что когда Когда мы Находимся в такой ситуации Что Господь Он первый Спешит к нам На помощь Он не оставляет Своих Он заботится О своем народе Он стремится К отношениям Именно поэтому Он нашел его в храме Именно поэтому Он говорит Что это я Не греши больше Твоя Твоя задача Вести Жизнь Согласно Слову Божьему Стремиться К святости К чистоте К правде К отношениям К взаимоотношениям С людьми Чтобы они Все правильно Строились Но самое главное Это отношения с Богом Не может быть Что Я говорю Что у меня Очень хорошее отношение С Богом Но с людьми У меня бардак Так не может быть Все равно Библия нас учит Что мы Должны Должны налаживать Эти отношения Мы Мы должны Стремиться К тому Чтобы Все равно Устраивать Как-то Свою жизнь Согласно Писанию Согласно того То что Есть Есть моменты Которые Прошли Они оставили Свой след Но Господь Хочет творить Все новое И иногда Мы видим людей Которые действительно Уже по 10-15 лет Они ходят С этой постелью Да И Господь Это сказал Да Это было Мы не можем Наступать На Слово Божие Которое было сказано Людям Потому что Это Слово Божие Но Что сейчас Говорит нам Господь Что сейчас Он хочет от нас Потому что Он хочет принести Обновление Он хочет Принести именно Вот эту свежесть Взаимоотношения Вот это Чтобы Чтобы у нас Были Новые Новые Ощущения Его На каком-то Нашем уровне Потому что В трудные моменты Нашей жизни Когда мы еще Не знали Христа Все равно У нас было Побуждение Возвать к Нему Почему Для меня Это только один ответ Потому что Человек Создан таким образом Что у него Есть нужда В ком-то И Бог Использует это Чтобы ее покрыть Исследуйте Писания И выходите в них Найти жизнь Но они Свидетельствуют Обо мне Мы должны Дойти до того Чтобы понять В чем есть Свидетельство Иисуса Они свидетельствуют Об Иисусе Каким образом Только через Личные отношения Чтобы выстроить Личные отношения С Богом Потому что Если нет Тогда все Уходит в какой-то Определенный формат И все уходит В какой-то Определенный круг И тогда получается Что есть прошлое И настоящее Которое не ведет В будущее Потому что Мы должны следовать Дальше Как говорит Павел Что забывая Что я и заня Но простираться вперед Это не значит Что у меня Стерлась память И я не помню Божью руку Которая была там Несколько лет назад Или вчера В моей жизни Это не значит Это неправильно В корне Забыть это Но сегодня Мне нужно жить Мне нужен сегодня Горячий Божий хлеб Который будет насыщать меня Мне нужна сегодня Горячая пища Сегодня Именно здесь и сейчас Потому что Мы устроены Биологически Что мы все равно С утра И придем мы на кухню Почему Нас этому никто не учит Это наша норма Такая же норма Должна быть В отношении с Христом В отношении с Духом Святым И нам нужно это развивать Нам необходимо Смотреть на вещи Глазами веры Что наш Бог Он не молчащий Бог Наш Бог Он хочет нам сказать И И К счастью К нашему Если мы это Принимаем Что Он хочет нам сказать Не то что мы хотим Иногда услышать Иногда Он хочет сказать И всегда Он хочет сказать Именно то что нам Поможет А не то что мы Хотим услышать Поэтому я желаю себе, вам, всем нам Чтобы нам строить вот эти отношения Чтобы посмотреть или пересмотреть наш ход Наш ход, который был вчера, наш ход, который будет сегодня Куда он нас ведет? Что мы хотим достигнуть? Если мы действительно говорим о пище Божьей, которую Бог нам предлагает Потому что сам Он сказал, что не одним хлебом жив человек Но всяким словом, исходящим из уст Божьих Тогда какое слово, оно исходит от него, и мы его принимаем Потому что слово, оно достойно принятия Не просто слышание Это то, что мы должны понять Это то, что должно быть внутри нас Это понимание, это откровение, что слово, оно должно быть принято Принято И тогда это будет, будет виден результат Тогда будет виден результат Божьего творения Не наших умений Не наших способностей Потому что внутри, внутри христианства, которым мы живем Потому что мы уже долгое время все слышим Долгое время разговариваем Долгое время читаем Библию Мы уже опытные люди Но мы не значит, что мы опытные во Христе Мы опытные в Писании Мы опытные в общении Мы опытные, может быть, знать настроение друг друга И как-то это использовать в наших отношениях Но не в Боге Господь хочет, чтобы у нас были отношения с Ним Не важно, какое у меня настроение У меня есть Христос У тебя есть Христос, который хочет все равно творить на благо Творить все новое Я, ну, это хочу И это, ну, желаю, чтобы это оживало в нашей жизни Потому что действительно, что нам нужен горячий хлеб сегодня Божий горячий хлеб Который мы понимаем, что Если мы вот в пекарню заезжаем И там вот хлеб, он печется Мы понимаем, что он свежий От него исходит запах Особенный запах Это запах, который тянет нас попробовать это Кушать это Разломить И когда батон, он свежий, горячий Если вот визуализацию, да, сделать Мы разломываем, оттуда исходит больше аромата А не просто, что он лежит Он лежит горячий, свежий И мы видим, что, да, вот он бодренько смотрится Но надо разломить И более того, принять И тогда это будет производить действие Аминь Слава Богу